Уважаемая Вера Андреевна, уважаемые коллеги! Уважаемая Вера Андреевна, уважаемые коллеги! Семенома яичка, лимфома Ходжкина, опухоль Беркета и другие. Однако проблема оказалась гораздо сложнее. Несмотря на высокие цифры объективного эффекта, полный эффект удавалось получать редко, а ремиссии были короткими и длительной жизни была невелика. Все же эта форма была выделена в 70-х годах, и благодаря этому мы сейчас имеем даже сегодняшнее название конференции немелкоклеточный рак. Что такое немелкоклеточный рак? Это когда из всей группы рака легкого выделили мелкоклеточный рак, а все остальное, что осталось, это был немелкоклеточный рак. Это была яденокарцинома и плоскоклеточный рак и так далее. И в те годы, так как плоскоклеточный рак и аденокарцинома были очень малочувствительны к какому-то лечению, все публикации, 90% публикаций по раку легкого было посвящено мелкоклеточному раку легкого. Сейчас, к сожалению, это все, и может быть к счастью, сейчас это все перевернулось совершенно в обратном направлении. Хотя по классификации ВОЗ мелкоклеточный рак входит в число группы бронхопульмональных нейроэндокринных опухолей, так как это низкодифференцированный нейроэндокринный рак с наибольшей степенью злокачественности среди всех подтипов нейроэндокринных опухолей легкого. Но мелкоклеточный рак, я еще раз повторяю, является независимой нозологической категорией. И среди других опухолей легкого мелкоклеточный рак по частоте занимает третье место после аденокарциномы и плоскоклеточного рака. Вот тоже, в отличие от других формулоклеточный рак, встречается исключительно у пациентов с воздействием табака. Если все другие карциноиды нейроэндокринные не зависят от курения, то чем больше человек курит, тем больше у него шансов, что он получит именно мелкоклеточный рак легкого. Люди, курящие, которые курят по 2-3 пачки и больше сигарет в день, это те кандидаты на получение мелкоклеточного рака легкого. В 80-х годах прошлого столетия мелкоклеточный рак составлял примерно от 20 до 30 даже процентов среди всех видов рака легкого. Однако за последние 25-30 лет отмечается снижение его частоты до 13-18 процентов, что связывает с активной борьбой с курением в Соединенных Штатах Америки, странах Европы, ну и, возможно, и России. Роль ионизирующей радиации в этиологии мелкоклеточного рака легкого доказана при изучении заболеваемости шахтеров урановых рудников Соединенных Штатов Америки, у которых мелкоклеточный рак легкого был выявлен у 70% среди заболевших раком легкого, а также при обследовании большого числа людей, которые пострадали при атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. При этом статистически достоверным оказалось лишь увеличение заболеваемости мелкоклеточным раком легкого. Среди химических средств особенно сильными канцерогенами являются хлорметильные эфиры. Среди лиц, заболевавших раком легкого, в результате воздействия этих эфиров, у 63% развился мелкоклеточный рак легкого, и только у 13-денокарцинома лишь у 4% плоскоклеточный рак. Ну, основным медом лечения, вы уже знаете хорошо, что является именно лекарственная терапия. Вот тут представлены стандарты лечения мелкоклеточного рака легкого при распространенной стадии и при локализованной стадии, а также при рецидиве болезни. Мы об этом будем подробно говорить. Вот здесь представлена общая схема лечения мелкоклеточного рака легкого. При распространенной стадии это химиотерапия. Если у больного достигается объективный эффект, то больным необходимо профилактическое облучение мозга. Это тоже будем отдельно говорить. При локализованной форме, это при Т1-2М0, при мелкоклеточном раке легкого показано хирургическое лечение. При других формах это комьюнер-химиотерапия, случевой терапии и после эффективного лечения профилактическое облучение мозга. Здесь представлены стандарты активности отдельных цитостатиков при мелкоклеточном раке легкого. Если так пересмотреть их все, то это примерно те же препараты, которые мы сейчас применяем в комбинации, комбинированном лечении, именно в комбинации нескольких препаратов для лечения этой формы рака легкого. Вот здесь представлена уже комбинированная химиотерапия при мелкоклеточном раке легкого и телах схемы, которые применялись в свое время в различные годы. Вот видите, эффективность намного выше, чем это при монотерапии и достигает в некоторых схемах 80 и даже 90% непосредственной эффективности. При этом, когда проводили это сравнительное изучение разных схем химиотерапии, то выяснили, что одна из наиболее популярных схем, о которых мы будем отдельно говорить, это схема комбинации топозида и цисплотина. Но не так давно, в 2009 году, было проведено сравнительное изучение схемы этапозиции с цисплотином и цисплотин с иринотыканом. Это было большое рандомизированное исследование, и оказалось, что объективный эффект, хотя при цисплотине значительно выше, 84%, медианной выживаемости была больше схемы иринотыканом, а двухлетняя выживаемость почти была в 4 раза больше именно с иринотыканом. И поэтому в настоящее время схема с иринотыканом тоже является такой же активной, как и топозит с цисплотином. За эти годы, вот тут представлен материал, большой материал, в котором было проверено рандомизировано исследование, исследование разной схем химиотерапии. Это 17 больших работ с количеством больных свыше 9 тысяч. И тут видите вы все схемы, которые применялись в этих комбинациях. Их объективный эффект достигал от 50 до 86%. Время до прогрессирования было от 3 месяцев до 9 месяцев. И медианной выживаемости достигало 15,8 месяцев. Несмотря на высокую чувствительность, которую мы сейчас видели к химии и лучевой терапии, у большинства больных отмечается рецидив, так называемое заболевание. Мы рецидив берем в кавычках, слово как-то, оно не совсем подходящее для лечения таких больных. Но за рубежом принято схема названия рецидив. И это рецидив заболевания, где выбор дальнейшей лечебной тактики, так называемой химиотерапии второй линии, зависит от ответа пациентов на первую линию лечения, от интервала времени, прошедшего после ее окончания, и от характера распространения опухоли. Это локализация метастазов. Вот тут представлены именно те требования или те варианты, которые должен каждый врач учитывать, когда применять, проведение и какой формы лечения. Вот если у больного имеется прогрессивное заболевание во время даже лечения, то это так называемая рефракторная форма для лечения мелоклеточного рака легкого. Если рецидив возникает в течение 2-3 месяцев от начала лечения, то это резистентная форма лечения. А если рецидив возникает после 3-х месяцев от начала лечения, то это так называемая чувствительная форма химиотерапии, которая наиболее чувствительна и наиболее эффективна в лечении у тех больных, которые выявляются, это чувствительная форма. Ну вот здесь представлена сравнительная оценка отдельных препаратов, которые применялись в свое время для лечения монотерапии, и объективный эффект, который применялся при комбинированной химиотерапии. Но видно, что это комбинированная химиотерапия, она оказалась в 2 раза примерно на эффективности. Схема EP, схема CDA и схема CAF, которые были, те схемы, которые применялись для комбинированного лечения химиотерапии. Ну вот, какова же тактика лечения рецидивирующего мелоклеточного рака легкого? Если у вас имеется чувствительная форма мелоклеточного рака легкого, то есть рецидив более трех месяцев после окончания первой линии лечения, применяется реиндукционная терапия с использованием той же схемы химиотерапии первой линии. А дальше, уже в зависимости от прогрессирования, применяется вторая линия, и разные схемы, тут и тупотекан, и схема CAF, этапозит и так далее. А вот рефракторные формы мелоклеточного рака легкого, лечение без эффекта или рецидив, который возник ранее трех месяцев, этим больным вообще рекомендуется поддерживающая симптоматическая терапия и различные изучаемые препараты. Еще нужно подчеркнуть, что в рекомендациях, которые сейчас имеются для лечения второй линии терапии, в американских исследованиях, все-таки для второй линии чаще всего предлагается тупотекан. Но вот наш опыт применения тупотекана, который мы использовали многие годы у нас в центре, оказалось, что все-таки он довольно токсичный препарат, и эффективность его, в общем-то, не так уж высока, а токсичность довольно высокая. И вот сейчас недавно вышла как раз работа, где показано, что те больные, у которых при применении химиотерапии второй линии отмечается высокая токсичность, те больные живут почти в два раза меньше, чем те больные, у которых не было токсичности от применяемой химиотерапии. Поэтому в наших условиях мы чаще всего для второй линии применяем схему КАФ, цикловосфан, доксорубицин и винкристин. Ну вот еще интересно, что недавно опубликована была работа в 2015 году, где для больных, которые довольно при общем состоянии где-то 0, 2, 1, 2, больные, которым трудно вводить разные схемы комбинированной химиотерапии, им был предложен вот такой вариант, это ЦЦНУ, Ластет и Эндоксан. Все это препараты, которые применяются, может, в таблетках, могут применяться в таблетках. И сравнили со схемой КАФ, в которых мы говорим о схеме химиотерапии. И оказалось, что объективный эффект, хотя и меньше при схеме, так называемой, таблетированной, но общий эффект был больше, несколько больше, выжима без прогрессирования была одинаковая, и контроль болезни был тоже значительно больше в группе, которая получала таблетированное лечение. Это говорит о том, что таким больным, может быть, лучше, проще им выдавать именно такую схему лечения. И тем более, что гематологическая токсичность была невысокая, такая же, как и при схеме КАФ. И авторы считают этой работы, что схема вот эта, так сокращенно, ламустин, эндоксан и циклобасон может быть использована для второй линии и даже для третьей линии химиотерапии распространенного мелкоклеточного рака легкого. Ну вот, что за последние годы мы получили для лечения распространенного процесса. Если однолетняя выживаемость была 12% в 80-х годах, то после 2000-х она выросла, ну, почти в 4 раза. Медиана выживаемости была около 4-х месяцев, а после 2000-го года была в 2,5 раза уже больше. Локализованная стадия мелкоклеточного рака легкого также использовали различные схемы. И оказалось, что схема ЕПИ, она более удобная для применения именно при локализованной форме мелкоклеточного рака легкого, потому что она позволяет лучше проводить именно комбинацию с лучевой терапией, чем схема циклобасон, доксоробицин, здесь эпиробицин и венкристин. Видите, выживаемость была в схеме ЕПИ почти в 3 раза больше, 2-х летняя, а 5-летняя была в 3 раза больше, в схеме, которая применялась ЕПИ с лучевой терапией. Ну вот тот вопрос, который вызывает всегда дискуссию. Когда же нужно проводить лучевую терапию во время лечения? Ранняя или поздняя лучевая терапия? Вот по стандартам, которые имеются, считается, что ранняя химиотерапия, она более выгодна. Вот проводилась работа, японские исследователи, где показали, что полную ремиссию вызывала больше у больных с ранней лучевой терапией, медианной выживаемости была тоже больше у больных, которые с ранней, и 5-летняя выживаемость была больше. Здесь показана тоже была работа, которая была проведена, где они применяли раннюю так называемую лучевую терапию с первым циклом и позднюю с третьим циклом. Видите, было большое стандартизированное рандомизированное исследование. И оказалось, что общий эффект был одинаков, общая выживаемость была одинакова, медианной выживаемости несколько даже была больше, но недостоверно при поздней лучевой терапии, и выживаемость двухлетняя и пятилетняя была в два раза больше у больных, которые получали позднюю лучевую терапию. Поэтому авторы сейчас предлагают, говорят, в чем преимущество поздней лучевой терапии при химио-лучевой терапии мелкоклеточного рака легкого. Вот это очень интересные факты. Эффективность двух курсов химиотерапии, которые достигают 70% и больше до начала лучевой терапии, является достаточной, чтобы снизить или остановить прогрессирование мелкоклеточного рака легкого. Два цикла химиотерапии без одновременной лучевой терапии позволяют оценить степень объективного эффекта перед началом облучения. Лучевая терапия, которая начинается с третьим циклом, так называемая поздняя или отложенная лучевая терапия, является практически удобной и для пациентов, и для врача. Создаются лучшие условия для лучевой терапии, уменьшение первичной опухоли после химиотерапии и локальных метастазов, и уменьшается объем полей для лучевой терапии. А самое важное, что частота локальных побочных эффектов, эзофагита, лучевые полеметы, особенно третьей и четвертой степени, чаще встречается при ранней форме лучевой терапии. Вот посмотрите, какие побочные явления были отмечены при ранней и поздней лучевой терапии. Нейтропиния была при ранней лучевой терапии значительно больше, 59 и 70%, а вот фибрильная нейтропиния была в два раза больше у больных с ранней лучевой терапией. Анемия была значительно больше у больных с ранней лучевой терапией. Эзофагиты были в четыре раза больше у больных с ранней лучевой терапией. И лучевые пальмониты были почти уже в полтора раза больше у больных с ранней лучевой терапией. И можно сказать в заключении, что химиолучевая терапия является общепризнанным методом лечения больных локализованным мелколечным раком легкого. Оно имеет преимущество перед схемой КАФ. Лучевая терапия, начатая на первой неделе, это то, что сейчас рекомендуется ССНН и в стандартах раннего лучевого терапия, имеет преимущество будто бы надпоздней лучевой терапией. Но можно сказать и четвертый вывод, что стандартом современного лечения локализованного мелколечного рака легкого у больных с хорошим общим состоянием может являться комбинация схемы ЕПИ лучевой терапии, которая должна начинаться, вот здесь подчеркнуто, не позже третьего цикла химиотерапии с последующим профилактическим облачением головного мозга. У этих пациентов объективный эффект достигается почти у 80%, медиан общей выживаемости около 17 месяцев, а у 12 и даже до 25% больных достигается пятилетняя выживаемость и шансы на полное выздоровление. Несколько слов о профилактическом облучении головного мозга. Ну, тут это известное исследование, где были больные, которые без профилактического облучения мозга и с профилактическим облучением мозга. Видите, у них двухлетняя выживаемость в два раза больше, которая с пятилетней выживаемостью тоже почти в два раза больше, и даже десятилетняя выживаемостью больше больных, которые получили профилактическое облучение мозга. Также работа, которая была проведена по двулетней и пятилетней выживаемости, и тоже показано, что статически достоверно больных, которые получали профилактическое облучение мозга. И в последнее время было уже показано также, что при распространенном мелкоколечном браке легкого больные, которые достигли объективного эффекта, они тоже должны получать облучение головного мозга, потому что это не только улучшает состояние больных, но и увеличивает их выживаемость. Ну вот эти выводы по профилактическому лечению мозга, что он увеличивает общую и безостритивную выживаемость и должно проводиться более ранние сроки, не позже, чем одного месяца после окончания лучевой терапии. И, наконец, несколько слов о хирургическом лечении. Это самая, пожалуй, дискуссионная тема в современной онкологии. До сих пор, вот и руководство нашего института Михаил Иванович Давыдов до сих пор считает, что мелкоколечный брак легкого, сам диагноз является противопоказанием для оперативного лечения. Но, в общем, было последние годы показано, что это не совсем так, и у больных с мелкоколечным браком легкого, вот разные показанные исследования, которые проводились в разные годы, показало, что продолжительность жизни была и трехлетняя, и даже пятилетняя больных, которые оперировались по поводу мелкоколечного брака легкого. Единственное, что можно сегодня сказать, что в настоящее время хирургия не может рассматриваться как стандарт лечения больных для абсолютного большинства больных мелкоколечным браком легкого. Однако из анализа нерандомизированных исследований очевидно, что операция у больных с мелкоколечным браком легкого первой стадии является доказанным методом выбора. Хирургия может быть использована у больных мелкоколечным браком легкого второй стадии, хотя это заключение подтверждено недостаточным количеством клинических исследований. Здесь был проведен анализ совсем недавно, в прошлом году, что даже, оказывается, у больных, вот я сегодня задавал вопрос нашим хирургам, и вот было даже при мелкоколечном браком легкого показано, что у больных с Н1, у больных тоже возможно оперативное лечение. Вот сравнивали лучевую терапию 945 больных и хирургическое лечение с одевантной химиотерапией. Видите, тысяча с лишним больных была изучена в этом исследовании, и оказалось, что пятилетняя выживаемость у больных, у которых было проведено лечение, пятилетняя выживаемость была больше, чем у химио-лечевой терапии. Это при наличии Н1. Ну и, наконец, об одевантной терапии. То, что мы всегда говорим, что больным после операции нужно проводить обязательно одевантную химиотерапию. Вот одевантная терапия улучшает выживаемость, и проведено было исследование, где недавно, хотя ведь мы много лет уже этим занимаемся, и всегда говорим, что после операции, после химиотерапии, после лучевой терапии нужна одевантная терапия. Так вот, только сейчас сделали такое большое исследование. Видите, на 954 больных было исследование, больные только оперировались, и больные, которым проводили и одевантную химиотерапию. И оказалось, что медиана выживаемости была значительно больше у больных со стоверностью 66 месяцев по сравнению с 42 месяцами при только операции. И пятилетняя выживаемость была тоже значительно выше, хотя несколько достоверно, приближаться к достоверности 52,7%. И был сделан вывод, что больные с Т1, 2, М0, принял кличный мраколек, которые получали только хирургическое лечение, имеют худшие отдаленные результаты, чем те больные, которые получали также одевантную терапию. И, наконец, последние два слайда. За эти годы было очень много, когда были неуспешные результаты, безуспешные результаты химиотерапии, было много проведено многочисленное научное исследование по изучению разных способов улучшения эффективности лечения милоклечного рака легкого. Однако многие из них, к сожалению, не увеличили результаты терапии, а длительность жизни пациентов также. К этим медам относятся то, которое сейчас очень многие спрашивают, можно ли это проводить, будет ли это улучшать лечение. Это уже доказано. Высокодозная химиотерапия и интенсификация первой линии не улучшают результания. Увеличение числа цитостатиков в схемах комбинированной химиотерапии не увеличивает результаты лечения. Увеличение числа циклов химиотерапии также ничего не добавляют к результатам. Альтернирующая неперекрестная химиотерапия тоже доказана, что она была безуспешной. И, наконец, поддерживающая или консолидирующая химиотерапии не дал никаких результатов, так же, как и антикоагулянтная терапия. Это безуспешный метод лечения, который, в общем-то, можно уже сейчас и даже не спрашивать и не проводить, потому что это уже все доказано. И задачи будущих исследований. Это следующий доклад, который будет как раз говорить Вера Андреевна. Среди ближайших задач в решении проблем мелкоклечного рака легкого следует отметить следующее направление. Ну, во-первых, это разработка новой тактики лечения распространенных форм мелкоклечного рака легкого. Это разработка новых схем и режимов для второй линии химиотерапии. Это совершенство методов химилучевой терапии, последовательность дозы лучевой терапии, разве суммарной дозы, режимы фракционирования и так далее. Разработка новых методов сочетания химиотерапии, лучевой терапии и хирургии. И, наконец, новые подходы к применению таргетной иммунотерапии. Вера Андреевна, Вам слово. Спасибо за внимание.